Здравствуйте, дорогие друзья! Если вот слышно, дождь такой у нас большой. Заканчивается праздник Ханука. Два слова буквально еще в сегодняшнем дне. И о празднике Раф Пинхас Винстон подчеркивает, что есть всего 4 метода доступа к уровню скрытого света, который был в течение первых 36 часов творения. Первое это 36 скрытых праведников, которые существуют на земле. Обязательно такое, если от них происходит этот внутренний свет. 36 часов шаббата. Почему 36? Аризаль говорил о том, что шаббат начинает светить в полдень, в пятницу, и заканчивается в полночь, в субботу. То есть в сумме 36 часов. 36 трактатов Вавилонского Талмуда, то есть как символы источник всей устной Торы. И наконец 36 свечей, зажигаемых в течение 8 дней Хануки. Одна свеча в первый день, две во второй и так далее. В сумме 36 свечей. То есть мы с вами уже соприкоснулись в этом году к такому свету. Дай Бог, чтобы он принес всем только удачу. Еще сегодня есть кусочек дня, можно его использовать. Теперь к недельной главе Вайгаш. Речь в основном идет о Иосифе, великом праведнике, обладавшей огромной верой. Суть сообщения Иосифа заключается в том, что Всевышний не посылает неприятности. Он наоборот открывает возможности, но они так упакованы в нашем мире. Так много раз в нашей жизни мы чувствуем себя застрявшими в тупике, иногда несчастными, обездоленными. Один человек не может совершенствоваться духовно, например. Другой подозревает, что мир в его доме нарушен чем-то. Третий чувствует, что у него проблемы с детьми. Тяжело. Но ничего случайного нет. Философия жизни Иосифа говорила в том, что великий режиссер реальности, создатель нашего мира. Он любит нас и желает нам только добра. И поэтому он, конечно, не стремится там ставить всякие препоны. А дело в том, что он помогает нам продвигаться вперед в той цели, для чего мы пришли в этот мир. А она обязательно достигается, к сожалению, для нас. И, наверное, хорошо. Вообще, через препятствия, через сложности, через преграды. Нет бесцельных страданий и проблем написанных. А как пройти это все? Вот это уже другое. В нашей недельной главе есть рецепт. А теперь не унывайте. Сказано в нашей недельной главе. Раби Маше Акоэнс Джебры написал книгу Даркей Маше. В ней он, в нашей главе, нашел решительнейшее указание. А теперь вот это не унывайте. Нет ничего хуже уныния. Когда человек призадумывается, говорит автор, то увидите, что у него в самом деле нет никаких причин унывать. Ведь одно из двух. Либо печальное событие является расплатой за прошлые грехи в своей жизни в этой или прошлой. Или подготовкой к будущему благу. В обоих случаях нечего грустить. Возьмем, к примеру, автобус. Человек зашел в автобус и платит за проезд. Он же не переживает. Он знает, что за эту плату получает поездку и достигает желанного пункта. То же самое в такси не грустит. Есть услуга взамен. То же самое с нашей жизнью, с любыми событиями в нашей жизни. Либо мы наслаждались каким-то нарушением или грехом. А теперь от нас требуется расплатиться, как искупление. Ну нет другого варианта. Именно так. Иначе мы плохо пахнем, нас не допускают куда надо. Либо это подготовка к будущему благу. Как пример продажа Иосифа, благодаря которой его отец и братья, в общем-то, создали после этого великий народ и спаслись от голода. Еще писал автор в этой книге, что и с этим согласны все врачи, он написал, как наши мудрецы, так и царь Шлома, и учителя законов. Беспокойство и уныние подобны принятию яда. Даже если человек продолжает тревожиться, и он видит себя здоровым, нет сомнений, что силы потихоньку его покидают. Это происходит и с материальными, и с духовными силами, и с силами разума, и с силами души. Величайшая заповедь, которая есть в нашей недельной главе, постоянно пребывать в радости. Служите Богу в радости, предстаньте пред Ним ликованием слова. «Кроме того, сказали мудрецы, скверно уныние и неугодно оно Богу. Сокрушенное сердце готовит человека к чему? Божественному слушанию. А уныние разрушает сердце». Мы должны чувствовать различия между двумя вещами. Причем чувствовать так же определенно, как осознаем несоответствие радости и буйства. Это их легко спутать, да, но не отстоять друг от друга, как небо от земли. Каждое утро мы говорим восьмое благословение. И кто помнит? Господи, исцели нас, и мы исцелимся. И мы исполнимся и спаси нас. Здесь прежде всего имеется в виду исцеление души, поскольку от душевного здоровья протекают все остальные проблемы. А главная болезнь души – это склонность к унынию. Написали мудрецы. Именно выдавливанию из себя этого качества мы просим, умоляемся, и вышнего утром исцелить нас. От неблагодарности, от гордыни, от дурной склонности жаловаться. И тогда к человеку приходит физическое здоровье. Это сказал Рабин Ахман. Великий Аризали в крайне резкой форме говорил об опасности уныния. Он говорил о том, что все кары, перечисленные в Торе, постигают человека только за то, что он не служил Богу с радостью и с весельем сердца. И вообще депрессия, тревога, пессимизм вредят каналам благословения свыше. Это сказал кто? Любавический рэбе. В книге Заар написано, существует нижний мир, наш мир, и есть мир выше. Есть еще мир, поднимается все от высшего, и принимает точно в соответствии с нашим своим положением здесь. Если нижний мир переполнен радостью, и ему дается просветление сверху, погружение в депрессию, тревогу, он подвергается осуждению. Поэтому служите Богу в радости. Это главное, что надо. Радость приводит радость в другую. И так мы пройдем этот сложный этап. Через радость, через отсутствие уныния, бракавая от слаха. Еще сегодня день Хануки. Ханукас на моих.